Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Из-за введения QR-кодов уже подсчитывают убытки. Предприниматели подготовили петицию к губернатору. Тоже хотят жить полноценной жизнью, где иностранцы могут получить свою дозу российской вакцины. Изумрудный Мизюлинская, поселок Южный. В Барнауле все больше территорий, которые отвечают самым современным стандартам. Предприниматели Алтайского края в отчаянии. Чтобы избежать многомиллионных убытков и закрытия бизнеса из-за введения QR-кодов, сегодня они отправили обращение на имя губернатора Виктора Томенко. За этим документом стоят тысячи человек. О чем просят предприниматели в сюжете Ирины Корчагиной. Не прошло и недели, как в Алтайском крае ввели QR-коды, а многим уже требуется реанимация. И речь не о больнице. Сегодня отчаянные алтайские предприниматели отправили обращение в правительство края на имя губернатора. Главная просьба – частично снизить арендную плату, налог на имущество и землю. Это не оборотные налоги, а некая константа, которую бизнесмен обязан платить, даже если за окном будет апокалипсис. За документом стоят тысячи человек. Торгово-промышленная палата, Алтайский союз предпринимателей и не только. Я знаю, что некоторые закрылись, просто физически не работают сегодня. Некоторые до сегодняшнего дня продолжают выплачивать кредитные ресурсы или закрывать те долги, которые образовались у них в результате тех ограничений. И войти сегодня достаточно глубоко в новые ограничения – это крайне болезненно. Но однозначно мы потеряем энное количество предпринимателей. Это просто история таких больших цифр. Ограничение, которое действует с 30 октября на вход в торговые центры, уже серьезно повлияло на обороты. С 15 ноября будет еще интереснее, когда новая система коснется практически всех предпринимателей. Говорят, сейчас будут давать опять 2-процентные кредиты для сферобслуживания, которые мы брали, когда еще в свое время по гостинице и так далее. Но это же кредит. Его же отдавать-то, а он небольшой, но он 2-процентный. Его отдавать-то, а с чего отдавать-то, если не так тяжелая ситуация. Многие еще с того локдауна не отошли. И это раз. Во-вторых, почему не отошли? Платежеспособность населения Алтайского края, в частности, очень низкая. Предприниматели надеются, что краевые власти их услышат и найдут возможность помочь в этот непростой период. Потому что все они налогоплательщики и, по сути, доноры местных бюджетов. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Время ожидания до двух часов. Именно столько сейчас в среднем, по мнению жителей края, скорая помощь едет до пациента. Общероссийский народный фронт подвел итоги опроса среди граждан, который проходил в соцсетях. О том, что опрос проводился, знали более 60 тысяч человек. Свидетельства, статистические охваты. По факту, к сожалению, говорят представители ОНФ, проголосовало только 262 человека. У них было 5 вариантов ответа на выбор. Сейчас они на экране. Больше всего 35% проголосовали за то, что сегодня скорая помощь приезжает в промежутке от 20 минут до 2 часов. 5% отдали голоса за вариант от 6 до 9 часов. Отметим, что 13% респондентов выбрали вариант «скорая не приехала». Так или иначе, эти цифры помогли ОНФ подготовить обращение на федеральный уровень. Прежде всего, речь идет об увеличении количества бригад и даже качества обслуживания. То, что просьба будет услышана, показало прошлое лето, когда работники скорой помощи начали проводить экспресс-тестирование. Нужно возвращаться к технологии быстрого экспресс-тестирования. Тем более, качество за год вот этого варианта тестирования на антиген достаточно выросло, а себестоимость, наоборот, упала, и она уже практически сопоставима с ПЦР. Важный, наверное, шаг, который тоже сейчас ждут с введением QR-кодов и, собственно, общей ситуации. Это вакцинирование. Здесь тоже есть предложение на региональный уровень. Все-таки расширять количество пунктов вакцинации, приближать эту помощь, что называется, населению в спальных районах больших мегаполисов, как Барнау. Иностранному студенту удалось обмануть систему и поставить прививку от коронавируса в одном из торговых центров бесплатно. Тем самым он получил пропуск в общественные места в период ограничений. А буквально вчера в СМИ появилась информация, что иностранцев вакцинируют только за деньги и только в частных медцентрах города. Для этих целей в край поступило больше двух тысяч вакцин. Подробнее в следующем сюжете. В России уже холодно, сейчас зима. Но я хочу купить одежду, но в торговый центр не может прийти просто. Но у меня нет QR-код, не может. С такой же ситуацией столкнулись и другие иностранные студенты во время ограничений в России. Даже если прививку они поставили у себя на родине, без СНИЛСа и полиса QR-кода они не получат. Хотя уже 15 ноября вход без этих документов для всех будет закрыт не только в ТЦ, но и в кинотеатры, фитнес-залы и другие заведения. Естественно, мы хотели бы, чтобы они могли, имели все права такие же, как и россияне, чтобы они могли заходить во все магазины, могли ходить беспрепятственно в кино, в кинотеатры. Но, к сожалению, возникают некоторые проблемы в связи с этим. То есть они могут вакцинироваться, но при этом у них QR-код, который не работает. Либо они не могут вакцинироваться вообще в поликлинике. То есть пока вопросов больше, чем ответов. Вакцинироваться бесплатно иностранцы пока не могут. А по тому местам, где можно за деньги поставить прививку и как следствие получить справку для входа в общественные места, стала клиника «Аскамед». Для вакцинации здесь используют однокомпонентный спутник «Лайт». Было выделено 2200 доз. Мы их закупили, сформировали стоимость 1200 рублей. И первые пришли студенты-медики. На очереди студенты других наших учебных заведений, где есть иностранцы. В сведения вносится федеральный регистр привитых лиц. И по итогу иностранные граждане получают сертификат. Им можно будет воспользоваться, как и QR-кодом. Но даже не ради последнего пришел сюда, говорит студент Али из Ирака. Больше переживаний за свое здоровье. Моя мама очень серьезная и тяжелая болезнь. Ее температура была больше, чем 40. И мы дали ей лекарства, но она не помогает. Тем временем одному из студентов повезло. Имея паспорт Египта, ему все же удалось поставить бесплатную прививку в одном из торговых центров города. Там меня спросили про документы, только про паспорт. И они сказали, что у тебя какой паспорт? Российский? Я сказал, нет, меня сегодня оставили. Одна укола. Это субботник лает, по-моему, да. Вместе с прививкой Махмуд получил и справку. Закончится ли на этом приключение иностранцев России – пока вопрос. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком. Кстати, студентов может ждать дистанционное обучение сразу после долгих выходных. Министерство науки и образования России разрешило вузам не возвращаться к очной форме обучения. Согласно приказу, учебным заведениям следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной образовательной среде, а при наличии самостоятельной работы – заранее предупредить об объеме и обеспечить учащихся методической поддержкой. К слову, сессии студенты также будут сдавать дистанционно. В алтайских вузах эту новость пока не комментируют. А как нам сообщили в педагогическом и техническом университетах, никаких рекомендаций по переходу на дистант не поступало. К другим темам. Общественники Барнаула собрали уже более одной тысячи подписей против повышения цен на проезд. В начале октября активисты написали свою народную концепцию развития общественного транспорта и продолжают собирать под ней подписи. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Почти за месяц более одной тысячи подписей. Народная концепция развития общественного транспорта – это ответ активистов Барнаула на возможное повышение цен. Общественники уверены, прежде чем что-то повышать, в Барнауле необходимо сначала построить новые трамвайные и троллейбусные линии, создать новую автобусную конечную в районе новостроек. А также продлить время работы и транспорта вечером и обновить подвижной состав. Кстати, цена на проезд в Барнауле должна была вырасти уже с 1 ноября. Но потом это решение вдруг отложили. Я полагаю, что все-таки сейчас непростые времена. Люди озлоблены из-за введения QR-кодов, пропускной режим. Это людей раздражает. И поэтому еще добавить раздражение повышением цен на проезд, но они посчитали, что это необходимости в этом нет пока, чтобы не злить людей. При этом общественники полагают, что цена на проезд все равно вырастет уже в декабре или в январе. К тому же на прошлой неделе общественная палата Барнаула единогласно поддержала изменения тарифов, так как с момента последнего повышения в январе 2019 года значительно увеличилась стоимость топлива, запасных частей и других расходов. Так планируется, что по единому проездному и электронному кошельку стоимость увеличится на 3 рубля. На 5 рублей планируется поднять цены на разовые поездки за наличные расчеты по картам. При этом даже эти меры не позволят обновить подвижной состав. Поэтому общественники и вышли на сбор подписей. У нас здесь наступают политические моменты. И если большое количество людей этого требует, то обычно хотя бы какие-то предложения в какой-то части это обращение рассматривается, и требования удовлетворяются. По-прежнему общественники уверены, Барнаулу необходимо участие в федеральных программах по обновлению транспорта. Ведь сегодня ни перевозчикам, ни бюджету города такие траты не потянуть. Собирать подписи под народной концепцией активисты будут до конца ноября. Далее документ передадут в администрацию города. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Окраину Новоалтайска впору отдавать под экстремальные виды спорта. Иначе, чем на квадроциклах по дорогам небольшого города не проехать. А пешая прогулка грозит ушибами и травмами. Дождутся ли когда-нибудь жители частного сектора Новоалтайска ровных дорог, пыталась выяснить Валентина Аскерова. Сантиметров 6-7 по минимуму, а то и до 10 есть. Ямы очень глубокие и ямы очень большие. Микрорайон Дорожник – символичное название. Этому частному сектору Новоалтайска не один десяток лет. А дорог здесь не видели даже старожилы. Вместо ровного асфальта – выбойны, доколдобины. Не проехать. Машины постоянно едут еле-еле. Если одна объезжает, вторая, как говорится, напрямик. И вот боишься, у меня у самой машина есть, боишься, что как бы не столкнулись. Отсыпали, я ничего не скажу. Вот прямо на въезде две ямы отсыпали, дальше уже не пошли. Ямы очень страшные. Ночью вечером идешь с автобуса, светишь сугубо вот телефоном, фонариками, кто как. Потому что в ямы мы боимся сломать ноги уже. А это микрорайон Дорожник. Ямы, лужи. Вечером с работы идти даже страшно. А это микрорайоны Дорожник и Почтовый в вечернее время. Ни дорог, ни освещения. Тысячи людей на ощупь пробираются к своим домам. Большинство жителей микрорайона Дорожник и Почтовый работают на одном из градообразующих предприятий города. Чтобы попасть на свое рабочее место и заработать себе на жизнь, люди вынуждены ежедневно преодолевать настоящую полосу препятствий из дорожных ям. Кстати, о дорожных ранах двух микрорайонов мы уже рассказывали весной этого года. Тогда власти жаловались на скудный бюджет города. Но, тем не менее, после нашего репортажа сроки ремонта сдвинулись. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» ремонт перенесли с 1926 на 1923 год. Раньше не получается. Якобы этот участок автомобильной дороги является внутриквартальным с малой интенсивностью движения. Палитина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. На очереди парк Юбилейный. В этом году преобразилось сразу несколько общественных территорий краевой столицы. Вторую жизнь обретает парк Изумрудный, Мизюлинская роща. Шикарная аллея появилась на Южном. София Яценко прогулялась по этим местам и расскажет, как они выглядят сейчас и что еще планируют там сделать. Детские спортивные площадки, беседки, зона для выгула собак. Один из самых старых парков Барнаула скоро не будет уступать даже московским. Оценить обновление Изумрудного жители краевой столицы смогли еще до первого снега. В течение этого года здесь успели сделать многое. На 95% работы уже выполнены, потому что главные, основные, самые такие сложные работы, покрытие завершено. Остается только монтаж, ну скажем так, наземной части, малых архитектурных форм, которые уже готовятся, насколько я понимаю, со слов подрядчика. И в ближайшее время будут смонтированы. Чтобы подарить вторую жизнь Изумрудному потребовалось более 90 миллионов рублей. Но для завершения обновления требуется еще и озеленение территории, которая обойдется в сумму близкую к 250 миллионам рублей. Норматив озеленения, количество деревьев на единицу площади не всегда или далеко не всегда совпадает с теми, что требуют стандарты. Поэтому сейчас мы еще и занимаемся тем, что воссоздаем те утраченные зеленые насаждения, деревья, которые потерял Изумрудный. И вот постепенно мы возвращаем ему статус парка. К слову, самый главный объект парка – пруд, пока остался нетронутым. Но уже сделаны эскизы, которые планируют воплощать в жизнь с началом весны. А это сквер на Южном. Сейчас здесь приятно пройтись и погулять с детьми. Расширилось пространство. Здесь было очень узкое пространство. За счет проектного решения удалось достичь расширения. Даже не верится, что еще в начале этого года территория была заброшена, а вместо архитектурных объектов была сплошная свалка. Эта аллея, зеленая часть поселка Южного преобразовалась в достаточно удобную, комфортную городскую среду. Есть где погулять и с детьми. Объект насыщен определенными объектами, зонами отдыха, детскими игровыми площадками. Появилось освещение. То, что так долго ждали жители, потому что здесь был полный мрак. Проект начали реализовывать в марте. На сегодняшний день его удалось завершить почти на 100%. Конечно, тут нужен определенный уход и внимание по озеленению, по регулировке малых форм. Насколько я знаю, здесь источники камеры видеонаблюдения есть. Отрегулированы они или нет, я не знаю. Точно не могу сказать. В целом да. В целом да. То есть все, что было задумано, запроектировано, посчитано, обсуждалось, с максимальной долей реализовано. В начале реализации проекта многие жители к обновлению относились скептически. Были недовольны вырубкой старых клюнов. Зато сейчас это место стало одним из любимых. Настолько удобно, красиво. Ну, просто не высказать. Когда убирали деревья, все возмущались. А после того, как все это сделали, и детям хорошо кататься, и нам хорошо ходить. И скамеечки везде можно сесть отдохнуть. Ну, красиво. Ну, я, конечно, очень плохо вижу, но я думаю, что весной, когда травка еще будет зеленая, будет вообще прекрасно. Весной здесь планируют продолжить высадку деревьев, а также займутся газоном. Такие же решения планируют и в обновленной Мизюлинской роще. А вот здесь вот на этом месте здесь была поросль пленок, который благополучно убрали. Видите, сразу заиграло. То есть остались березки, где надо там подсадили, ели. Изначально по проекту на этой территории должны были появиться четыре детские площадки. Но из-за того, что в районе и без того достаточно игровых территорий, было принято решение сократить их вдвое. Эти деньги пустили, значит, на фонари. То есть теперь еще больше дорожек здесь пешеходных будет освещено. Новые велосипедные дорожки и тротуарное покрытие местные жители уже успели оценить. Я вот просто не припомню такого вот случая в Барнауле, чтобы у нас администрация там района города вот так взаимодействовала с жителями. И жителям-то это надо было. Причем вот в каждый вопрос прям буквально лезли. И по каждому вопросу какие-то совещания там проводились. Кстати, архитекторы говорят, что если бы активисты чуть реже вмешивались в проекты, то многие из них после реализации выглядели бы куда интереснее. К слову, в следующем году городскими властями запланировано восстановить и самый большой объект – парк «Юбилейный». На сегодняшний день проект продолжает обсуждаться, так же, как и планы по его реализации. Ну а пока барнаульцы могут насладиться теми местами, которые теперь отвечают всем современным стандартам. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня в краевой столице подвели итоги межрегионального хакатона. Это так называемый форум разработчиков-инженеров. У нас он проходит во второй раз, и участие в нем принимают исключительно дети. Что изобрели юные умы и как их разработки повлияют на нас с вами, расскажет Анастасия Наборщикова. Северная столица против алтайского рабочего поселка. Школьники из Поспелихи и Санкт-Петербурга сегодня друг другу конкуренты. Обе команды – участники межрегионального хакатона. Наша задача – сделать обучающую программу в виртуальной реальности. Сделать либо приложение, либо дополненную реальность, чтобы упростить обучение новых рабочих на токарных станках по металлу. Хакатон – это соревнование, в котором команды разрабатывают прототип продукта. Сложность в том, что времени дается очень мало, а работа идет с нуля. Наша задача была создать приложение, в котором пользователь мог бы посмотреть будущий жилой комплекс. Например, мы сделали паркинг, который есть в настоящем доме. Мы сделали также ночную версию этого жилого комплекса. Было всего три дня. Все, что хотели, мы, конечно, не успели реализовать. Например, мы хотели сделать виды из окон. Проекты от реальных заказчиков. Среди них архитекторы, театралы и застройщики. На этот раз в списке есть приют «Ласка». Для него школьники создают приложение по дрессировке собак. Приложение может быть в плей-маркете, его может скачать любой человек, например, и сначала научиться дрессировать виртуальную собачку, а потом свою собственную. Это все делают дети? Это все делают дети, и у них есть три дня на реализацию этого приложения. Но если приложение понравится заказчику, у них будет возможность его доработать и уже внедрить. Особенность хакатона в том, что создать недостаточно. Необходимо презентовать и даже продать. В противном случае на рынке вы аутсайдер. Сейчас ребята учатся и осознают, что это их возможный заработок в ближайшие годы. Создание виртуальной реальности – профессия будущего. Благодаря волонтерам и интернету мы более-менее справляемся. Педагоги в школе встают в этот список? Ну, именно в VR у нас в школе нет специалистов. Хотелось повысить разрешение текстур и вообще объектов, но из-за все-таки ограничений ресурсов, как компьютера, так и очков, и самого игрового движка, не все текстуры в самом высоком качестве. Так или иначе, стремиться есть куда. Виртуальная реальность в параллель к настоящей применяют в медицине, образовании и, например, недвижимости. Визуализация сегодня – тренд современного мира. В итоге победителями Хакатона стала команда из Питера. Второе и третье место забрали школьники из Барнаула. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok